Хочу пояснить, вот после последнего интервью, на котором я говорю, что самого удара со стороны Георгия в отношении полицейского не было, вот что полицейский упал, сделал неуклюжее движение, даже повторю эту фразу, потерял равновесие и сам ударился носом у один из предметов интерьера нашего подъезда, обрушилась волна критики в соцсетях, где появились какие-то мемы, начиная от «трафик невиновен», вот заканчивая, споткнулся, упал, потерял сознание, очнулся гипс. Тут же куча интернет-критиков стали высказывать, смеяться над этими словами, говорить, что это невозможно. Мы сейчас собрались здесь для того, чтобы показать, что такое действительно возможно, это абсолютно реально. Мало того, эту ситуацию свидетели, которые присутствуют при этом, показывают именно в том виде, в котором мы ее сейчас увидим. Мы сейчас хотим объяснить, что ситуация, когда происходит задержание со стороны сотрудника Росгвардии профессионального боксера, может закончиться именно результатом, когда сам сотрудник Росгвардии, не пропуская удара, разбивает себе нос. Разбивает себе нос за счет защитного движения боксера, за счет того, что боксер быстро уходит с линии атаки, за счет того, что боксер находится на пике формы. А сотрудник Росгвардии всего лишь потерял равновесие в этот момент. Назвать его действия неуклюжими, ну, можно также назвать действия неуклюжими профессиональных спортсменов, которые тоже, находясь на пике формы, да, могут также упасть и разбить себе нос, удариться в дом, а ринг. Поэтому здесь ничего обидного в этих словах нету. Так произошло. Единственное, что следствию предстоит, естественно, в этом разобраться, да, естественно, допросить всех свидетелей, которые видели происходящее, да, и принять законное решение в отношении моего подзащитного. Представляете, я вам всем скину фотографию подъезда, где вот эта стенка будет видна и будет примерное расположение. Значит, ты стоишь, то есть Георгий стоит по стенке, по версии самого же Росгвардиица он спускается вниз. То есть вот он подходит, да, без объяснения каких-то причин, то есть начинает резко двигаться на спортсмена, да, на боксера. Показываю сейчас, как в идеале происходит задержание. То есть я, как бывший сотрудник спецслужб, который сам эти задержания проводил, показываю, как происходит в идеале. Плечения. Да, да, да. То есть я делаю захват вот этой руки, которая мне попадается вперед, да, после этого делаю расслабляющий удар, допустим, коленом в пах, и делаю вот это движение. То есть закручиваю руку, поднимаю и веду. Вот оно задержание. Произошло в идеале. В идеале как на картинке это происходит. Что происходит, когда против сотрудника Росгвардии выступает профессиональный поезд, да? То есть я то же самое движение пытаюсь сделать, и все, и разбиваю нос. Все, я стою, тут же рядом он находится. То есть он делает вот это движение сайдстеп. Сайдстеп, это такое боксерское движение, когда ты просто... Ходишь в сторону. Боксер даже его тренирует. Да, да. Вот я. То есть вот мы тренируем. В разную сторону. Вот то же самое и произошло. То есть Георгий за счет того, что много лет тренировался, оттачивает это движение, поэтому... На автомате, это просто на автомате. На тебя идет, когда соперник, ты должен либо уйти, либо уйти. Но мы сейчас обратим внимание на то, что при этом касания со стороны боксера, сотрудника Росгвардии нету. То есть нету такого, что он его проваливает и бьет ему, да, сзади, да, или там подзатыльник какой-то бьет, или толкает даже его. То есть он делает это просто без касания. А я, соответственно, лечу по инерции, разбиваю себе там лоб, голову, нос и так далее. Ну, что, вот по вашему версию как бы нормально. Я не понимаю, почему вы руки убираете, когда в стену идете? Вы же руки идете вперед, вы там... Хорошо, я не убираю руки, вот я иду вот так вот. Мне кажется, это бы... А как? А как вот так? Я должен упасть на стену. Не, ну как-то вы шли прям намеренно головой как бы удариться. Ну, мы не знаем, как это получилось на самом деле. У меня бы защитный реактор был, руки вперед, если я промахнулся. Мы знаем, что нос разбит у человека, да? Что у него? Слабые руки были, большой вес. Он весит только 115 килограмм, не забываем, то есть у него сила инерции. Я 100 килограмм вешал, у него 115, то есть он делает рыбок, и у него могли не сработать руки, не смогли, не могла не сработать реакция. Вот вы говорите, почему так? А почему человек один падает, подставляет руки, а второй не подставляет? Ну, получается, он упал на подоконе. Нет, он упал, по нашей версии, в стену. В стену, смотрите, давайте покажу. Значит, вот, он спускается отсюда, Георгий стоит вот здесь вот. Вот, Георгий стоит вот здесь вот. Он пытается его задержать здесь, Георгий отходит в сторону, тот летит в окно, он, видите, даже следы крови от него, от его носа остались. Да? Там просто следы крови были... Шучу, шучу, шучу. Надо так серьезно воспринимать. Среди адвокатов тоже есть шутники. В общем, мы показываем свою версию, основанную на показателях, на показаниях, в настоящее время, в момент обвиняемого, и на показаниях свидетелей. Потому что свидетели у нас повторяют то же самое. Причем есть у нас свидетель, значит, Агнисян, который друг, да, а есть свидетель, который стоял этажом выше. Ну, условно, назовем его сосед, да, пока мы не будем, как он, еще следственные действия с ним не прошли, мы его называть как бы не будем. Но у нас есть свидетель, который подтверждает вот эту вот версию. Поэтому почему он не подставил руки или ноги, а удалился носом, мы сказать не можем. Вот вы никогда не разбивались о нас, что ли? Мне разбивали нос только, когда я дрался. После этого я понял, бокс – это не мое. Ну, правильно, может, борьба? Не, здесь бы я бы еще... Бег, да, легкий. Бег – это оно, да. Я здесь бы еще предположил бы, чисто предположил бы, что сотрудник мог бы разбить нос, если бы ему сделали бы подножку. Почему подножку-то? Ну, подножку послели, тогда действительно руками там не защитит все. В последний бой, Флойд Майвезер, Рики Хатман, сколько раз Рики Хатман упал до того, как его отправил Флойд Майвезер на кампуль. Он до этого несколько раз упал на подсилы ринга, будучи профессиональным спортсменом. При этом Флойд Майвезер просто провалил. Понятно, что пока у нас... Провалил, провалил. Удар именно был. То есть он падал не на руки, да, а падал даже лбом. Касался профессиональный боксер, касался лбом. Почему он, кажется, касался лбом профессиональный боксер, а 115 килограммов Росгвардейца не может удариться в носу? Ну, Росгвардейца, по вашим словам, никто не бил. И того никто не бил. Ну, я понимаю, Хатман упал после того, как его ударил лучший боксер. Нет, ударили, провалили. Вы же не слушаете. Без ударов, вы сейчас снимаете, задаете наводящие вопросы, а сами по себе вы не слушаете то, что вам отвечают. Мы же говорим, что это чисто из-за защиты. Вам не интересно? Выключите камеру и идите туда к себе домой. И все. То есть, еще раз повторяем, защитное действие, которое было произведено как в бою тех боксеров, которые называют Никитой, так и ситуация, которая у нас возникла с Георгием и Росгвардейцем, это было защитное действие. То есть без ударов, без касания. Он его не ударил, он его не толкнул, он его не коснулся. Он просто сделал шаг в сторону, после чего сотрудник Росгвардии, а его вес составляет 115 килограммов, по инерции кидается на стену и разбивает себе нос. Вот что произошло на самом деле, и это подтверждается показаниями свидетелей. Основной, наверное, у нас закончен. Предлагаю перейти к удару 1000 килограммов, который якобы попал в нос, и посмотреть, как это выглядит на самом деле. Прямой удар кулаком в нос. При этом отметим, что кулак находился не в перчатке, то есть это голый кулак, соответственно, его площадь, она меньше, чем в перчатке. Сейчас мы будем показывать удар в перчатке, это, конечно, не настолько будет сильно, нежели при маленькой площади. То есть повреждения без перчатки от удара пустым кулаком, конечно, они в десятки раз превышают. Вес боксера Никиты, чемпиона России, чемпиона Европы на сегодняшний момент 81 килограмм, такой же, как у Георгия. Давайте посмотрим, как выглядит этот удар. Я предлагаю еще палаху попробовать помить, может быть, более эффектно. Я предлагаю еще палаху попробовать помить. Знаете, я вот вешу 100 килограмм, меня самого подшатывает от этого удара, хотя он идет мне в лапу, а не в подбородок и не в нос. То есть если бы такой удар даже в перчатке достиг цели и попал мне в лицо, ну, однозначно нокаут. То есть нос в таком случае должен был провалиться внутрь при попадании такого удара кулаком, за счет костей кулака. Летальный исход тоже возможен. И у нас есть примеры, не будем их называть, когда кости носа от такого удара уходили дальше внутрь в череп, да, и пробивали мозг в том числе. То есть, опять же, повторюсь, минимум, первый вариант, это глухой нокаут, когда сотрудник Росгвардии после такого бы удара упал там бы в подъезде и пролежал бы там до приезда скорой полчаса, наверное. Второй вариант возможен был и летальный исход. Слава Богу, что Георгий по своей воспитанности, по своей доброте, по своему отношению все-таки уважительному к представителям закона, да, то есть, возможно, он уже видел перед собой представителя закона, да, он этого не сделал, да, он сделал защитное действие, которому он был подготовлен. Сергей Юрьевич, вот мог ли, по вашему мнению, Георгий как-то повести себя некорректно в отношении представителей власти? И вообще, как он, как человек был импульсивный, экспрессивный, как, вот какой у него был характер? Нет, Гоша, он взрывомыслящий человек, он троирует всегда-всегда, воспитанный парень, так что то, что случилось, просто, я не знаю, я в шоке. А на нарушение дисциплины? Да нет, такое, что, он всегда в обмене родился, он профессионал, настоящий профессионал своего дела, он прекрасно понимает, что только профессиональное отношение к своему труду дает результат. Как для спортивной собственности все отреагировало? Ну, все возмущены, вы же видите, смотрите, передачи, везде интернет весь переполнен, только что, то, что говорит, сколько людей, столько мнений. Что с планами на Олимпиаду-то получается? Какая Олимпиада, ребята, главное из тюрьмы выйти, чтобы вы не посадили его, а что, какой спорт? Спорт приходящий, уходящий, потому что парня не посадили, судьбу не поломали его, вы все прекрасно понимаете, что наши тюрьмы не перевоспитывают. А какую характеристику можете дать ему знакомому, Овику? Овика, я Овика знаю тоже, как облуплено с детских лет, нормальный парень, так что, хороший парень. Еще один вопрос, что же все-таки подзащитные со своим другом делали в подъезде? Поясняли, значит, этот момент, они приехали к своим знакомым в этот подъезд, да, и ожидали, когда знакомые выйдут к ним для того, чтобы дальше поехать с ними, отдыхать. Наркотиков не было? Наркотики появились через несколько часов после задержания. До этого, были ли наркотики в штанах у Георгия или не было, мы не знаем, и Георгий этого не знает. Через несколько часов в рамках личного досмотра в ВВД-хамовнике эти наркотики были обнаружены. Какие-то новости по делу? Если уже неделя прошла, правильно, какие-то результаты экспертиз? Новости пока следующие, то есть направлены экспертизы как на наличие наркотиков в самом изъятом веществе, так и на наличие наркотиков в организме Георгия на тот момент. Что касается наличия наркотиков в организме Георгия, поясняю еще раз. Это профессиональный спортсмен, член Олимпийской сборной. Они постоянно сдают анализы. Сдают анализы на допинг, где в том числе показывается проба на наркотики, на любые виды наркотиков, включая марихуану. Комиссар антидопинговый может приехать и проверить, взять анализ в любое время. То есть профессиональный спортсмен обязан уведомить даже о месте своего нахождения, о месте своей ночевки антидопингового комиссара, потому что в течение двух часов он к нему может приехать и взять пробу на наркотики. Поэтому глупо человеку, профессиональному спортсмену, который всю жизнь готовился к главным своим стартам, к главному бою на Олимпиаде, употреблять наркотики. То есть это нелогично. Никита, я так понял, вы, можно сказать, один из инициаторов того, чтобы дело Георгия имело такое, так сказать, массово в СМИ. Это с чем связано? Вы лично знаете Георгия? Ну, во-первых, я не инициатор, чтобы все так было в СМИ. Начнем с того. В СМИ это все попало не по моей инициативе, а потому что, наверное, Георгий профессиональный спортсмен, член сборной команды России по боксу. Надежда наша олимпийская. Возможность у него была попасть. И, может быть, еще и есть. Мы все-таки надеемся на то, что правда восторжествует и виновные будут наказаны. А знаком я с ним. Давным-давно, еще перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда у меня была возможность туда попасть, когда я туда готовился, Георгий пришел в сборную, был молодым, он помладше меня, был молодым спортсменом, который создавал здоровую конкуренцию, которая помогала нам подготовиться к турнирам высших спортивных достижений. И все после того, как мы были соперниками, редко когда такое бывает, но все-таки мы стали друзьями. Понимаете? И сейчас уже я как бы завершил свою спортивную, профессиональную карьеру, а Георгий продолжает выступать как более молодой, перспективный и тренируется у моего тренера, в том числе, у которого я тренировался, который меня воспитывал как тренер, как родной человек. С Георгием мы продолжаем дружить. По поводу вот этой всей ситуации, если честно, мне очень удивительно, потому что я знаю, что Георгий готовится с одного сбора и едет на другой сбор. Он в системе Адамс, он отмечается, его местоположение всегда знают дытных офицеров, и они к нему могут приехать с 6 утра до 11 вечера в любой из дней. А наркотики входят в антидопинговую программу как вещество, которое вредит здоровью атлета и разлагает морально-нравственный облик спортсмена. Поэтому все наркотики запрещены. И мне удивительно, как вообще такая ситуация могла бы... Наверное, она и получила огласку, потому что он профессиональный спортсмен. А если был бы другой человек, который тоже не употребляет наркотики. Кто-нибудь об этом бы узнал? Какую характеристику можно здесь удергивать и в плане его характера? Обычно люди, которые там кавказские фамилии, всегда там позиционируются как человек с взрывным характером, чуть что, сразу он спокойный. Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, тут дело не в том, где человек родился, а многие русские бывают с взрывным характером. Давайте так скажем честно. По поводу Йорки, я с ним знакомый, я говорю, как спортсмен, как соперником. Он мне тоже импонировал, потому что я видел, что человек мне по духу близкий. Ну, и, конечно же, как друг, что я могу о нем сказать? Если я дружу, значит, я дружу с хорошим человеком. Это же мой друг. А по поводу его места в Олимпийской сборной, оно было уже гарантировано или еще была конкуренция с победителем нынешнего? Конечно, конечно, конкуренция победителя нынешнего чемпионата России тоже очень хороший боксер, который у них был имам Хатаев, да, у них был конкурентный бой, ну, Георгий немножечко уступил в этом бою. Но у него все шансы были попасть на Олимпийские игры, потому что на первый турнир едет имам Хатаев. Всякое же может быть, мы же знаем этот спорт. Надеемся, да, на лучшее, но как оно получится? Поэтому второй турнир тоже мог бы попасть и Георгий. Он всю жизнь жил, стремился и мечтал об Олимпийских играх, как и все спортсмены, которые выступают за нашу страну, которые прославляют наш флаг, прославляют наш гимн. Все мы, естественно, патриоты, и мы понимали, что мы едем боксировать еще в свое время не за себя, а, в первую очередь, за страну. Я слышал версии, часто в СМИ возникало, то, что, возможно, Георгия подставили для того, чтобы как раз поехал в Олимпийскую сборную именно имам. Ну, вы знаете, честно говоря, мне кажется, это немножко из области фантастики, потому что все-таки бокс, это честный вид спорта, и каждый доказывает свою силу именно в ринге. А за рингом ребята либо друг к другу относятся с уважением и с дружбой, либо с уважением, но без дружбы. Поэтому какие-то такие моменты я бы, честно говоря, исключил бы.